МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Салон Штор Фантазия. Обкрашаем квартиры и дома. Огромный выбор тканей. В торговых центрах «Флагман» и «Омега». 29 августа на парковке дома номер 49 Подзержинского. Неизвестный мужчина. Поджог автомобиль ВАЗ-2114. Все произошло около 4 часов утра. Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на доме. Если вы располагаете какой-либо информацией или у вас есть запись с видеорегистратора, просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах. В первом квартале загорелось заброшенное здание. 29 августа в службу У-101 поступило сообщение о возгорании по адресу Свердлова 39. Служба МЧС моментально отреагировала на вызов и в считанные минуты ликвидировала пожар. Причина возгорания сейчас уточняется, но не исключено, что это был поджог. Местные жители часто видят здесь детей, которые уже не в первый раз устраивают пожар. Сотрудники службы спасения помогли мужчине, который упал в подвал. За помощью службы 112 обратились тольятинцы, которые сообщили, что по адресу 70 лет октября 58 мужчина провалился в подвал здания на глубину около 10 метров. При падении гражданин получил травму ноги. Спасатели отмечают, что мужчине действительно повезло. Высота, с которой он упал, могла оказаться смертельной. Для того, чтобы достать пострадавшего, применили альпинистское снаряжение. Спасатели спустились вниз и после оказания первой медицинской помощи подняли пострадавшего на поверхность и передали медицинским работникам. Сейчас он находится под наблюдением врачей. В Комсомольском районе на пересечении улиц Матросова и Лизы Чайкиной столкнулись карета скорой помощи и Лада Калина. Кто виноват в данной аварии, сейчас пока не ясно. Случившимся разбираются сотрудники ГИБДД. Очевидно, что один из автовладельцев начал движение на запрещающий сигнал светофора, в результате спровоцировав ДТП. Из первичной информации следует, что легковушка двигалась со стороны коммунистической в направлении Громовой, спецтранспорт по Чайкиной в направлении Ярославской. На перекрестке автомобили столкнулись. Удар пришелся в пассажирскую сторону скорой. У Лады разбита передняя часть кузова. Оба транспорта оказались не на ходу. В больницу были доставлены водитель Калины и фельдшер из неотложки. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Виновника аварии помогут установить камеры, установленные на данном перекрестке. На об одном шоссе, уходя от столкновения с автомобилем Гранта, водитель Калины врезался в бетонный столб. Как стало известно, водитель Гранты при повороте на Хрящевское шоссе не пропустил владельца Калины. Столкновения между Ладами не было, а вот универсал на скорости врезался в столб. После удара бетонная конструкция рухнула. К счастью, не на автомобиль. Но все же водитель Калины, мужчина 93-го года рождения, получил различные травмы и был госпитализирован с места аварии. На месте работал экипаж ДПС. Предполагаемый виновник ДТП признал свою вину в произошедшем. На улице Коммунальной при разборе здания бывшего пивзавода упал многотонный Кранта. На предприятие не функционирует с 2004 года. Возможно, причиной падения стало несоблюдение техники безопасности при строительных работах. При падении автокрана груз, который тот поднимал, буквально пробил потолочное покрытие рядом стоящего здания. Лишь по счастливой случайности обошлось без травм и жертв. На улице Северной столкнулись Лада Ларгус и пассажирский автобус. За помощью к врачам обратились два человека. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что оба автомобиля двигались со стороны цеховой в направлении улицы Окраинной. Из первичной информации следует, что водитель автобуса стал поворачивать налево. В это время его начал обгонять Ларгус. Столкновения избежать не удалось. После удара водитель легковушки потерял управление над своим авто, и его машина несколько раз перевернулась. Водителя Лады, мужчину, 84-го года рождения, прибывший к месту медицинские работники, доставили в ближайшую больницу. Пассажирка мини-фургона также обратилась в медицинское учреждение. После осмотра ей было назначено амбулаторное лечение. Виновника ДТП установят сотрудники ГИБДД в ходе разбора аварии. Пьяных за рулем, к сожалению, меньше не становится. Буквально на днях в автозаводском районе сотрудники ГИБДД задержали очередного нарушителя закона. Погоня началась от проспекта Степана Разина. Автовладелец наотрез отказывался выполнять законные требования полицейских об остановке авто. Далеко уйти у нарушителя не получилось. На Ворошилово в районе дома номер 20 он был задержан. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него собран проверочный материал, который будет направлен в суд. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем фактов управления автомобилем-водителем, находящимся в состоянии опьянения, просьба передавать устную информацию по телефону дежурной части ГАИ 2280-05. В Тольятти создают дополнительные отряды для патрулирования лесов. Напомним, что 1 сентября в лесном массиве снова произошел крупный пожар. Было зафиксировано сразу 8 очагов возгорания. Одна из основных версий произошедшего – поджог. 2 сентября на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций глава города Николай Ренц объявил о вознаграждении в 500 тысяч рублей за сведения о предполагаемых преступниках. Информацию о подозрительных гражданах и противоправных действиях в городском лесу жители нашего города могут круглосуточно передавать по телефону экстренных служб 101 или 112. Для того, чтобы записаться в отряд добровольцев и принять участие в патрулировании леса, вы можете обратиться по будням с 9 до 16 в районной администрации или записаться по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Тольятинский полицейский разыскивают Дмитрия Владимировича Белогубцева, 76 года рождения. С 27 августа он не выходит на связь со своими близкими. Его приметы – рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза голубые, был одет в черную футболку, серые джинсы и черные кроссовки. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного мужчины, просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах, или в отдел полиции, расположенный по адресу Чапаева, 64А. Редактор субтитров А.Семкин